Приветствую вас! Я попросил своих зрителей подсказать мне интересную тему для видео. Подсказали! Начали обратно вспоминать, что проблема Украины, что здесь очень высокие налоги, поэтому бизнес не развивается, инвестиций нет. А давайте я вам покажу, насколько высокие налоги в Украине по сравнению с другими странами мира. Потому что эти разговоры часто ведутся, особенно спекулируют политики, ну и истерические крики в Украине, такие высокие налоги, что здесь не можно вести бизнес. Очень популярно. А я вам сейчас покажу правду. Ну здесь, скажем так, оно на русском языке, но эти данные взяты из сайта Мирового банка. Да, тут есть 19-го, 20-го, но бог свидетель, часто ставки налога не меняются. Общая тенденция есть. Итак, внимание на экран. Начнем из налог с продаж, это НДС. Ну, понятное дело, в некоторых странах, вы знаете, есть налог с продаж, а в некоторых НДС. И вот мы сейчас смотрим, в каких странах какая ставка НДС. Бутан 50%, в Венгрии 27%, в Хорватии 25%, в Дании 25%, ну ладно, не буду вас мучить сильно, в Швеции 25%. Идем до Украины. Вот, пожалуйста, Украина. Словакия, Великобритания. Какие высокие налоги? Ну у нас практически такие, ну да, да, я не спорю. Есть страны, где ниже, спорить не буду. Сенегал, Таджикистан, Токо есть, есть. В Мозамбике и так дальше, да, есть. Ну смотрите, ну у нас, у нас на сегодняшнем, ну НДС, в общем-то, ну как в Великобритании. Кто бы сказал, что он высокий. Ну, во всяком случае, видите, вот в Италии это выше, в Португалии, в Польше выше 23. Если уж на то пошла. Ну вот такая вот ситуация. Ну в России, вы знаете, было 18, теперь тоже 20. Теперь смотрим, самый любимый налог, ну это налог на прибыль. То, что всегда говорят, чимят бизнес, бизнес, бедный, у него приходится платить налоги. Смотрим. Ну, Петрико действительно высокий налог на прибыль. Суринам, Чат, пошли, 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 пошли. Ну видите, 33 ужас, ужас. Япония, 30%. Аргентина, боже мой, что ли? Австралия, 30, боже. Идем дальше. Германия, тоже 30, обращаю ваше внимание. Идем, 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 двигаем, сдвигаем, 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 сдвигаем. Очень много, конечно. Давайте, 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 ищем нашу ж Украину. Где ж Украина делась? Суринштаты, обращаю ваше внимание. Идем, 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 там, где наша Украина. Вот, фу, нашли Украину. Швейцария. У нас ставка налога на прибыль, как в Швейцарии. Но вы же не говорите, что в Швейцарии бизнес не развивается. Правда? Не, в Швейцарии круто. Так непонятно. Ребята, у нас ставка на прибыль, как в Швейцарии. Кто вам сказал, что она высокая? Кто? В Сингапуре, ну, немножко меньше, 17. В Вонгконе 16,5. Ну, говорю, у нас ставка низкая. Вот эти все сказки, разговоры, что у нас высокий налог на прибыль. По этой причине надо ввести налог на выделенный капитал. Чушь собачая. У нас низкая ставка. Это не проблема, у нас низкая. Идем дальше. А как вы делаете? Ну, это ваш налог. Налог из зарплаты. С подуходного дохода, ну, понятное дело, это из зарплаты. Начинаем. Берег с налогов 60, Швеция 57, да. Вот понимаете, у нас очень часто такой миф. О, Швеция, классно. Ребята, вот вы хоть бы там поработали, вы взвыли бы. Как собаки взвыли бы. Как? Нет, там есть льготы. Там есть сумма, с которой они платятся. Но, в принципе, вот этот расчет, что я правил, 57,2, это усредненный. Считал Мировой банк, он, ну, там, пересчитал, привел как бы к общему знаменателю. Финляндия, Япония. Не, Япония действительно очень высокие налоги на зарплату. Причем, там нельзя не платить. Вот вы не платите. И плевать вы на все хотели. Ну, половина населения Украины просто тупо не платит налог зарплаты. И может. А в Японии это нельзя. Нельзя. Причем, сумасшедший налог. Идем дальше. Израиль тоже высоковатый. Нидерланды. Ужас. Португалия, Люксембург. Кошмар. Как там люди? Китай. Жуть. Германия. Кошмар, кошмар, кошмар. Видите, 40, 42, 40, 40, 40, 40, 40. Швейцария, 40. Боже. Как там бедные люди мучаются? Евросоюз 37 метров. Соединенные Штаты 37. Но, опять же, это Мировой банк пересчитал. Но там есть льготы, скидки, потому что там есть еще высшая сумма, если у вас очень большой налог. Но если кто в США платил, знает, что там есть 45. И, по-моему, да, 45. То есть много зарабатываете. Спускаем, 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 спускаем. Украину же ищем? Ищем Украину. Польша тоже выше. Обращаешь на меня. Спускаем, 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 спускаем. Еще, 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 еще. Господи, где же та Украина несчастная? Фух, нашли. Да, здесь нет военно-сбора. Спорить не буду. Полтора процента надо добавить. Но у нас на сегодняшний момент в Гонконге 17, у нас 18. Ребята. Может, хватит слезы лить и рассказывать, что вот такие высокие налоги. Ой, такие высокие налоги. Да прекращайте. Ну, где они высокие? Где вы видите высокие налоги? Где? Фантазии. Теперь поговорим по поводу Единости социального взноса. Ну, смотрите, тут назвали ставка социальной страхования для компаний. Смотрите. В разных странах несколько по-разному. В отдельных странах единий социальный взнос платит бизнес. В-трихих, единственный социальный взнос платит физлицо. вот сейчас мы смотрим что платит бизнес смотрим франции 45 процентов да да ну то он немножко подробнее их называется но единство создаст 45 процентов китай 37 30 беларусь 34 даже швеция пошли россия 30 ничего себе идем-идем-идем-идем-идем-идем-идем-идем-идем-идем-идем-идем-идем-идем из германии ну видите почти 20 да у нас немножко больше здесь есть а теперь самое смотрите это тоже платит бизнес а то что платите вы един социальный взнос который выплатить как физлицо начинаем великобритания польши да 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 а теперь сейчас пусть 70 тут германии стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп так венеселла киня ваганда ты где вы найти не могу так люксембург турция чили а вот германия германия какая ситуация работодатель вот смотрите работодатель там платит 20 процентов и вы еще платите тоже 20 процентов да 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 един социальный взнос в германии очень высокий колоссальный а сколько вы платите един социального из нас 0 10 у нас нет за вас работодатель платит а слез обид а рюмсень боже с большая зарплата налоги давит да прекращайте тут это настоящее налогообложение памяти у нас налоги ну нельзя сказать что не самый низкий в мире не спорю но невысоким у нас вон и как бы даже ниже среднего другое дело что как бы люди не любят платить налоги и есть возможность не платить да говорю в германии нельзя не платить много в японии нельзя в китае нельзя в россии даже сложнее а у нас можно по этой причине у нас все жалуются что налоги высокие рассказывают что бизнес обижает и тупо не платит налоги молодцы не просто молодцы меня поражает и и предлагает сделать реформ давайте заменим на ндс на налог с продаж да был у нас налог с продаж давайте поменяем налог на прибыль на налог на выводный капитал чушь абсолютно чушь у нас налог на прибыль очень маленький давайте вообще отменим день социальный взнос давайте давайте снизим налоги для на доходы физлиц было сказать 13 процентов ну как платили в конверте так и платить вот такая ситуация вы мне сказки рассказывать вот есть ли сделать то что если чушь несет ну хотя бы посмотрели на цифру а потом уже рассказ все видео закончилось благодарю за внимание пишите комментарий ставьте лайки ну и подписывайтесь на мой канал пока